Можно ли дыню при гастрите в различных формах, правила и нормы употребления? Добавить комментарии Ваш комментарий Популярные разделы цветы розы актуальной зимой Популярные статьи Поиск по сайту найти, можно ли есть дыню при гастрите? Диетологи сошлись во мнении, что дыню при гастрите употреблять в небольшом количестве можно, но только в период ремиссии. При этом необходимо обращать внимание на наличие сопутствующих заболеваний, состояние и функциональность органов пищеварительной системы, противопоказания. Также возможность употребления определяется клинической формой гастрита, локализацией поражения, типом воспаления, особенностями желудочной, секрецией и характером морфологических изменений. Аргументы за и против полезность дыни для организма связаны с наличием в составе микроэлементов, витаминов, необходимых для жизнедеятельности и поддержания процессов пищеварения. Так аскорбиновая и никотиновая кислота действуют как корректоры секреторной функции, стимулируют производство желудочного сока. Витамин Е восполняет дефицит естественных защитных факторов. Витамин В1 входит в состав важных ферментов энергетического и углеводного. Обмена, которые обеспечивают организм энергией. Влагоприятно сказывается на состоянии органов пищеварительной системы витамин В5. Он регулирует синтез гемоглобина, способствует всасыванию аминокислот в кишечнике, снижает уровень холестерина. Ретинол, витамина А, повышает защиту слизистых, ускоряет процесс заживления. Кроме того, это мощный антиоксидант. Питание при обострившемся гастрите исключает свежие фрукты и ягоды, в том числе и дыню. Причина в том, что в составе указанных продуктов содержатся кислоты, которые раздражают желудочные железы и слизистую, увеличивают секрецию сока, что усиливает болезненность и усугубляет течение заболевания. Дыня в период обострения гастрита В период обострения гастрита дыня категорически противопоказана. Мякоть плодов долго переваривается, требует дополнительной энергии и ферментов, в связи с чем увеличивается количество кислот, провоцирующих брожение. При хронической форме вне обострений, при условии сохранения нормального процесса дефекации, разрешено есть дыню в сыром виде без кожуры в ограниченном количестве. При эрозивном гастрите эрозивный гастрит характеризуется образованием на слизистой оболочке желудка единичных или множественных эрозивных дефектов. При таком состоянии необходимо щадить желудочно-кишечный тракт, исключить грубые овощи, фрукты, ягоды, особенно в свежем виде. Не рекомендуются продукты, которые трудно перевариваются и долго задерживаются в желудке. Дыня не входит в перечень запрещенных продуктов при эрозивном гастрите, но ее употребление желательно свести к минимуму. С повышенной и пониженной кислотностью для воспаления слизистой желудка, сопровождающегося повышением кислотности, характерны хронические запоры. Дыня обладает слабительным действием, оказывает стимулирующее влияние на слизистую стенку толстой кишки, размягчает стул, уменьшает. Время опорожнения кишечника, стимулирует акт дефекации. Поэтому плоды дыни в умеренном количестве разрешено употреблять при гастрите с повышенной кислотностью перед ремиссией. А вот при гастрите с пониженным уровнем кислотности дыня противопоказана, поскольку может спровоцировать брожение в желудке, что неблагоприятно. Влияет на течение заболевания и состояние органов пищеварительной системы. Польза и вред дыни Дыня оказывает разносторонние действия на организм, обеспечивает полноценную работу сердца, сосудов, нервной и пищеварительной систем. Служит хорошей профилактикой широкого круга заболеваний. За счет присутствия в составе растительной клетчатки мякоть плодов действует подобно губке, очищает печень, почки, кровь от шлаков и токсинов, удаляет лишнюю воду из организма, нейтрализует отечность. Полезна дыня и для похудения. Пищевые волокна, попадая в организм, разбухают, занимают свободное место, благодаря чему надолго сохраняется чувство сытости. Компоненты состава улучшают пищеварение, ускоряют процесс расщепления жиров, повышают выносливость и работоспособность, увеличивают двигательную активность. Кальций в составе важен для здоровья зубов, обеспечивает плотность и прочность костей. Магний и калий регулируют кровяное давление, отвечают за поддержание водно-электролитного баланса, принимают участие в синтезе белков. Способствуют расщеплению глюкозы. Витамин С обладает противомикробным действием, уничтожает болезнетворные микроорганизмы, препятствует их росту и размножению, повышает. Сопротивляемость организма к инфекциям, ОРВИ, ОРЗ. Витамины группы внормализуют ночной сон, улучшают настроение, избавляют от депрессии, снимают раздражительность, успокаивают нервную. Систему, снижая продукцию гормонов стресса. Ретинол необходим для правильного функционирования иммунной системы, замедляет процессы старения, играет важную роль в формировании новых клеток, служит хорошим противораковым средством. Наличие в составе плодов никотиновой кислоты положительно сказывается на состоянии кожи, ногтей, активизирует рост волос, прекращает их выпадение. Дыня обладает мочегонным действием, подавляет воспалительный процесс, регулирует работу органов репродукции. К отрицательным свойствам дыни относят трудность переваривания продукта. При частом употреблении больших порций даже у здорового человека могут возникнуть изжога, отрыжка, вздутие живота, повышенное газообразование. У людей с непереносимостью одного или нескольких компонентов состава существует высокая вероятность развития местной аллергической реакции в виде высыпаний, шелушения и покраснений на коже, зуда, отека квинки. Особенно осторожно необходимо относиться к дыне людям с эрозивно-язвенной формой гастрита. Продукт может ухудшить общее самочувствие, спровоцировать приступ, осложнение, а в сочетании с другими неблагоприятными факторами. Стать причиной оперативного вмешательства Химический состав мякоть плодов на 90% состоит из воды, остальные 10% это органические кислоты, пищевые волокна, зола, витамина А, бета-каротин, витамины группы В, тиамин, рибофлавин, холин, передоксин, пантотеновая и фолиевая. Кислоты Кислоты Омега-3 и Омега-6 Жирные кислоты КБЖУ Энергетическая ценность порции дыни – 100 грамм – составляет 35 килокалорий. В составе есть белки – 0,6 грамм, углеводы – 7,4 грамма, жиры – 0,3 грамма. Нормы употребления При гастрите средняя суточная норма свежей дыни без кожуры для взрослого варьируется в пределах 100-150 г. 2-3 дольки, детям порции уменьшают в 2 раза. Нормы употребления могут изменяться и зависят от ряда факторов, тяжести симптомов, клинической формы и особенностей течения гастрита. Наличие сопутствующих заболеваний и противопоказаний, вида лечебного питания. В каком виде лучше есть дыню при гастрите? При заболеваниях органов пищеварения дыню употребляют в свежем виде без кожуры, перерабатывают в сок, пюре, смузи, добавляют в выпечку. Самый оптимальный и щадящий вариант для желудка – перетертая или измельченная с помощью блендера, терки, мякоть. Дыня не сочетается с молочными и кисломолочными продуктами – алкоголем, вареньем, медом. Употребляют плоды маленькими кусочками, тщательно переживая. Запрещено есть фрукт утром на голодный желудок и вечером непосредственно перед сном. Идеальное время – это ланч, спустя 2 часа после завтрака, или спустя 2-3 часа после обеда. Как выбрать плоды правильно? Наиболее ценное для организма дыня, выращенное самостоятельно, без применения нитратов. В остальных случаях необходимо руководствоваться общими рекомендациями по выбору плодов, покупать вперед созревания в природе – в августе и сентябре. Ранние плоды чаще выращены с добавлением агрохимикатов, токсичных и небезопасных для человеческого организма. Хорошая дыня, плотная на ощупь, без следов порчи, трещин, мягких пятен, зеленых прожилок, надрезов, имеет сухой хвостик до основания. Корка пружинится при надавливании. При ударе рукой по корке слышен глухой звук. Обратите внимание на аромат – сладкий, ярко выраженный, с нотками ванили, меда, ананаса, груши. Плоды должны быть крупными, но не тяжелыми, шаровидной или эллиптической формы. Покупайте целые дыньки. Требуйте у продавца свидетельство гасонепиднадзора, удостоверяющие качество плодов. Противопоказания. Абсолютное противопоказание для употребления дыни – индивидуальная непереносимость продукта. Полностью или частично ограничена при сахарном диабете, тяжелых формах язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, поражении. Кишечника в остром периоде – гастрите с пониженной кислотностью. Меры предосторожности нормы употребления дыни должны соблюдать даже здоровые люди. Больным гастритам рекомендовано вводить дыню в рацион постепенно, начиная с маленьких порций и постепенно увеличивая до 2-3 долек. В тех случаях, когда после съеденной дыни возникла изжога, тяжесть в желудке, метеоризм или усилилась боль, нужно исключить ее из рациона. Если после отказа от продукта состояние не стабилизировалось, необходимо обратиться в медицинское учреждение за помощью. Заключение – можно ли есть дыню при гастрите, необходимо обсуждать с лечащим врачом в каждом конкретном случае. Продукт в ограниченном количестве разрешено употреблять при воспалении слизистой желудка, однако наличие сопутствующих заболеваний. Желудочно-кишечного тракта может стать противопоказанием. В некоторых случаях кишечник реагирует на фрукт вздутием, изжовой, брожением, усилением болезненности. Поэтому, чтобы извлечь максимальную пользу от дыни для организма без угрозы здоровью, употребляйте ее в ограниченном количестве. Питание при гастрите, клиника Тибет, watch this video on YouTube.